Я приветствую вас на моём канале. 4 сентября, 22 августа, по старому стилю, отмечается День Агафона Агуменника, Агафонов День. По традиции церковного календаря верующие в эту дату вспоминают священномученика Агафонника Некомедийского. В народе по народному календарю 4 сентября отмечают Агафона Агуменника, названного так потому, что в этот день крестьяне ходили стеречь снопы и охранять гумну, место, где хранится и обрабатывается зерно. Люди верили, что именно в этот день просыпается леший, бродит возле домов и пытается украсть детей и причинить зло людям. Поэтому народные приметы на 4 сентября предупреждают об опасности и говорят, как можно сделать свою жизнь лучше. И чего нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду. Сегодня они позволяют сопускать детей самих гулять на улице, чтобы уберечь их от беды. Также сегодня нельзя говорить с незнакомцами и контактировать с чужими животными, особенно уличными или дикими. Сегодня нельзя дарить подарки, иначе с подарком отдашь свою удачу и лишишься фортуны до конца года. Но приметы на 4 сентября говорят, что сегодня есть и хорошее поверье. Можно, например, привлечь удачу на свою сторону и увеличить свое финансовое состояние. Для этого сегодня нужно делать добрые дела. Народи верили, что если сделать сегодня семь добрых дел, то твое богатство до конца года увеличится в троекратном размере. Также приметы на 4 сентября говорят, что девушки сегодня могут сохранить свою молодость неизменной на долгие годы. Нужно просто с утра до вечера, до самого заката солнца ничего не есть. Женщины на Агафона Агуменика пекли пирожки с разными начинками и клали их в овен, конюшню, баню, чердак, запечку, чтобы задобрить домового, его помощника дворового и других домашних духов. При этом просили их не вредить в хозяйстве. Существовало на Руси поверье, что 4 сентября леший приходит к домам людей, чтобы найти себе жену среди деревенских красавиц. Потому родители молодых девушек и беспокоились, что вдруг выбор лешего пойдет на их доченьку. А чтобы этого не случилось, одевали девицу в тряпье и мазали ей лицо сажей. Подпоясывали драное платье поясом, сплетенным из чертополоха. На голову клали венок, в который втыкали листья крапивы. Некоторые же вообще не выпускали своих дочерей из дома, чтобы леший не унес. Отсюда и пошла примета, запрещающая в этот день девушкам на улицу и в лес не ходить. Если сегодня ясно светит солнце, то весь сентябрь будет тепло и ясно. Сегодня запрещено бывать на природе. Услышать крик Филина недалеко от своего дома к несчастью и трагедии, которые постигнут домочадцев. Приметы на 4 сентября говорят, что семь добрых дел сегодня принесут богатство в троекратном размере. Если сегодня дарить подарки, значит удачу свою отдавать. Наши предки верили в примету, что нельзя делать 4 сентября друг другу подарки, даже если на эту дату выпало какое-то важное и значительное торжество. Согласно старинному поверью, тот, кто нарушит запрет, подарит или примет подарок вагафона в день, может накликать на себя большую беду. По этой причине лучше перенести праздник на другое время. Если же это невозможно, то подарки 4 сентября все равно дарить не рекомендуется. Нельзя в день агафона ходить в лес. В народе верили, что сегодня в нем леший наводит порядки, и тот, кто посмеет ему помешать, будет наказан. Нельзя 4 сентября забывать о домовых и дворовых духах. Хозяйка должна сегодня испечь им пирогов с ягодами и разложить в овине, конюшне, бане, на чердаке и за печкой. Тогда домовой и дворовой подкрепятся и не станут вредничать. В современной квартире пирожки можно положить у холодильника и около духовки. Нельзя в этот день кому-либо отказывать в просьбах, а также замышлять зло, поскольку злодеяния вернутся старицей. В день агафона надо совершать только добрые дела. Они смогут перечеркнуть прежние негативные поступки. Считалось, что 4 сентября девушками и женщинам нельзя есть до заката солнца, иначе вместе с едой и красота пропадет. А вот ужин должен быть сытным, так как чем лучше поест в этот день девушка, тем краше она будет. В этот день читали заговор от врага. Нужно найти червя, закопать его в земле, насыпать сверху холмик, как на могиле, и прочитать такие слова. «Кладу врага спать, не на пухов укровать, а соборовать. Ты враг, раб Божий, не вреди, а как червь в земле сиди. Пока печаль моя цела, не будет у меня врага. Ключ, замок, язык. Аминь». По примете, солнечный день 4 сентября сулит теплую осень. Обилие грибов агафона в день – плохая примета для рыбаков. Улова не будет. Если паутинка в этот день летает, значит, осень порадует теплом, да и снег не скоро выпадет. Если же паутинка низко летает, примета, что зима будет теплая, если высоко – лютая. Длительные, погожие деньки сулит туман, быстро рассеивающийся в лучах солнца. Добро, сделанное сегодня, возвратится в троекратном размере. 4 сентября не дарят и не принимают подарков, иначе по примете можно накликать на себя беду. Народе верили, что рожденные агафона в день – обладатели доброй и ранимой души. Они довольно обидчивые люди. День Ангела сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гаврил, Иван, а также Иларион, Исааки, Макар, Михаил, Теодор, Фёдор, Феликс, Ян, Ариадна и Евлалия. В этот день проводили ритуал, чтобы вор вернул украденное. 4 сентября брали червяка, живущего у грибной ножки, и капали на него свечным воском, как бы запечатывали червячка. Клали на порог дома и говорили такие слова. Охранника, запечатанного на пороге, уложу, нажитая от вора защищу. Будет воришка ходить кругом с украденным у меня добром. Спать не сможет, совесть его гложет. Моё добро хочет вернуть, никуда ему от меня не улизнуть. Потом нужно червяка растоптать. Что же категорически нельзя делать в день агафона? Согласно поверьям, сегодня нельзя переедать, особенно пищу животного происхождения. Считается, что 4 сентября нельзя есть больше, чем нужно твоему организму. Нужно выбирать здоровую пищу, побольше овощей, ягод, цельнозерновых каш, полезного жира и семечек. А вот неполезной пищи животного происхождения нужно употреблять поменьше. Желательно такие принципы питания ввести не только в этот день, а постоянно. Считается, что в этот день нельзя выходить на улицу после захода солнца. Люди верили, что после захода солнца начинаются происки нечистых сил, поэтому без надобности на улицу выходить не стоит. Нельзя сегодня брать и давать в долг. А вот если у вас имеются какие-то долги, то лучше отдать их до дня агафона, иначе вас будут преследовать проблемы с деньгами целый год. Нельзя сегодня жадничать. Постарайтесь в этот день помочь тем, кому это нужнее. Подайте милости, не угостите бездомного хлебом или помогите друзьям, которые в этом нуждаются. Помните, что вам вернется это в десятикратном размере. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok